Чудеса природы На нашей планете есть много прекрасных мест, которые можно посетить, и множество вещей, которыми можно восхищаться. Чтобы увидеть чудо, достаточно простого любопытства. Чудеса в природе бесчисленны, от захватывающих дух пейзажей до простого рисунка на шкуре коровы. Наша программа покажет вам удивительное разнообразие чудес на голубой планете, чтобы вы могли открыть их для себя. Сегодня в передаче, посвященной поиску необычных чудес природы, мы отправимся на Сейшельские острова. В их тропических лесах мы познакомимся с уникальной флорой фауны. Затем отправимся на Маврики. Его символ, а также жестокой хищнической колонизации Африки — вымершая птица Дронт. А в завершении программы побываем в самом сердце Африки, единственном месте на планете, где живут ближайшие родственники человека — горные гориллы. Это страна, демократическая республика Конго, а провинция, куда мы отправимся — южная Киву. Чудеса природы Сейшельские острова Сейшельские острова — это 115 островов в Индийском океане к востоку от Мадагаскара. Острова делятся на две группы. Внешние острова — практически безлюдные коралловые, и внутренние острова — гранитные группы. Здесь есть питьевая вода, и потому на них селятся люди. Сейшельские острова — занимают воду, и thus permits settlement. Продолжение следует... Несмотря на это, Сейшелы пустовали столетиями. Арабские торговцы средних веков знали о существовании островов. Европа открыла их для себя с помощью португальцев на заре 16 века. Первая колония на островах была французской. В начале 18 века она была названа в честь французского министра финансов Жанна Муро де Сейшеля. Сейшельские острова были завоеваны англичанами во время Наполеоновских войн. Британское влияние до сих пор ощущается, несмотря на то, что острова получили статус независимой республики в 1976-м. Уменьшенная копия Биг Бена была установлена здесь в 1903-м. По сей день она украшает столицу, город Виктория. Население крупнейшего острова Сейшельских островов, Маэ, 80 тысяч человек. Местные жители дружелюбны и приветливы. Большая их часть — метисы, потомки французских поселенцев и рабов из Африки. Большинство исповедуют католицизм, но также есть мусульмане, индуисты и буддисты. Сейшелы — это самый многонациональный плавильный котел культур. Все, независимо от национальности или вероисповеданий, рано или поздно оказываются на древнем кладбище, где наряду с моряками похоронены пираты, а хозяева — с рабами. Большая удача, что природа Сейшельских островов осталась девственной, и здесь есть места, куда ни разу не ступала нога человека. Серебряные прожилки ручьев бегут через весь остров Маэ к океану и по пути сливаются в необыкновенные водопады. Воды на острове много, во многом благодаря хребту Сейшельский морн. Его высота — 905 метров, а в его вершинах застревают облака, и потому ежедневно на острове идут тёплые тропические дожди. Это единственный источник питьевой воды. Чудеса природы Гигантские черепахи — самые величественные создания в местной фауне. Они коренные жители островов. Кажется, что эти создания с твердым панцирем и морщинистой кожей появились ещё в доисторические времена. Самой старой гигантской черепахе — 200 лет. Карамбола Карамбола или старфрут — тропический фрукт в форме звезды. Плод выглядит соблазнительно, но много его есть не стоит. В нём содержится щавелевая кислота, которая может вызвать отравление, в худшем случае — отказ почек. Сейшельский морн — чуть выше 900 метров, но в его тропических лесах легко заблудиться. Жослин — первый проводник по местным горам. У подножия горы растёт весьма уникальное и эндемичное растение — сарацени. Это растение-хищник. С помощью нектара оно заманивает насекомых в глубокий кувшинчик. Местные растения — красивые, но беспощадные. На краю кувшинчика нектар. Он привлекает насекомых. Чтобы достать ещё им, приходится лезть внутрь. Насекомое попадает на дно кувшинчика, и сарацени захлопывает крышку. Помимо этих необычных растений, в лесах есть и другие достопримечательности. Это Майк Ладдемс, художник, отмеченный наградой от самой королевы Англии. В качестве палитры он использует ракушки и посвятил себя перенесению на холст ускользающей красоты тропиков. В чащей лес он пишет картины, за которые борются знаменитые галереи искусств. Он приехал на острова на время отпуска в 1972-м. Его так восхитила красота этих мест, что он решил не возвращаться в Англию. В студии выставлены его лучшие работы за 40 лет. Ему удается передать красоту местной природы лучше, чем на открытках. Чудеса природы Побережье, которое омывает воды Индийского океана, это полоса пляжей с белоснежным песком. Их фотографии часто появляются в глянцевых брошюрах. Легкий розовый оттенок валунов – причина, почему один из островов Архипелага раньше назывался розовым. Позже ему дали название «Ладик» по названию французского исследовательского судна. Океан щедро одаривает местных жителей всевозможными морепродуктами. Местные воды кишат рыбы, и её можно ловить практически голыми руками. Сетью практичнее, но не стоит забывать об акулах, поскольку они могут с лёгкостью их порвать. Сейшельские острова – родина ещё одного уникального эндемичного растения – морской кокосовой пальмы. Её орехи напоминают женскую пятую точку, а потому очень популярны среди местных жителей. Они считают, что плоды морской пальмы обладают свойствами афродизиака. В Алле-де-Май растёт много этих замечательных пальм, занесённых в список мирового наследия ЮНЕСКО. Некоторые пальмы высотой 40 метров, возраст других – более тысячи лет. Латинское название пальмы – ладоицея мальдивская. И, как понятно из названия, это единственное двудомное растение в мире, где женские и мужские цветки растут на разных деревьях. Её орехи могут весить 30 килограммов. Это весьма популярный сувенир. Чудеса природы Картины Майкла Адамса доказали, что сейшельский климат благотворно сказывается на росте растений и буйстве фантазий. И мы отправляемся в гости к старому пирату. Меня зовут Антонио Филиппин Филичи. Я счастливый, Антонио. И я в раю. Он родился в Италии в 41-м. В 55-м его родители перебрались в Германию. Антонио работал в семейном магазине мороженого 30 лет. Потом понял, что хочет другой жизни. Купил билет до сейшельских островов, где обосновался и стал вести жизнь пирата, как и его предки. По крайней мере, так он считает. Антонио – выдающийся плотник и один из самых известных скульпторов острова. Он гордится своим пиратским логовом, а также необычными изобретениями, которые он создал сам, как, например, пруд посреди гостиной комнаты. На каркасе его кровати мерцающие зодиакальные знаки и веер, который он сделал сам. Неудивительно, что он считает себя королем. Вода включается так. Еще одна удивительная часть дома – ванная комната, где Антонио принимает душ из дождевой воды. Хотите почувствовать себя пиратом? Станьте пиратом и вы. Антонио предлагает свои изобретения бесплатно, потому что пираты, как известно, не платят. Наше путешествие по островам и столице Виктории подходит к концу. Местный рынок открылся в 1840-м. На нем креолы, французы и англичане торгуют наравне. Память о колониальном прошлом. Свежая рыба, местные специи, фрукты и овощи здесь продаются каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Попрощаемся с волшебной природой и потрясающими жителями Сейшельских островов. Нас ждет Маврикий. Чудеса природы В нескольких сотнях километров от Сейшельских островов лежит остров Маврикий, жемчужина Индийского океана. Его история похожа на историю Сейшельских островов. Его открыли арабские торговцы, португальцы первыми из европейцев вступили на его берег. Но в отличие от Сейшельских островов, Маврикий был колонизирован голландцами. Они покинули остров в начале XVIII века, их заменили французы, которых изгнали англичане во время наполеоновских войн. Маврикий получил независимость в 1968. Официальный язык острова — английский. Факт, который напоминает об английском прошлом. Креольским языком, тем не менее, владеет 80% местного населения. Фреольский — фонетический вариант французского. Его нормативный вариант можно услышать только в новостях. Также на Маврикий распространены индийские и китайские диалекты. Две трети населения индийского происхождения, оставшаяся треть метисы. Маврикий — это пляжи с белоснежным или желтым песком. Чистейшая вода, зеленые леса, вулканы, водопады, экзотические птицы и обезьяны. Воды океана полны рыбы и кораллов. Символ Маврикия — львиная гора, с которой открывается потрясающий вид на чудесный остров. Чудеса природы Памятник национального масштаба — ботанический сад Памплимус. Здесь растут находящиеся под угрозой исчезновения эндемичные растения, а также растения со всего мира. Растут в тени вековых деревьев на 37 гектарах. Ярчайшая коллекция сада — самые большие водяные лилии в мире. Виктория Амазонская. Лист с загнутыми краями есть на всех брошюрах Маврикия. Листья лилии вырастают до 2 метров в диаметре, и некоторые из них могут выдержать вес небольшого ребёнка. Пьер Пуавр, французский биолог, всё ещё наблюдает за садом, который основал 250 лет назад. Но и дикая природа Маврикия восхитительна. Как и Сейшелы, Маврикия может похвастать колонии черепах, гигантских и лучистых. Строительство на островах наносит урон их популяции. Голодные охотники ловят медлительных черепах и выкапывают яйца. На Маврикии их численность поддерживают черепахами Сейшельских островов. Болотистые водоёмы облюбовали не только черепахи, но и крокодилы. Сотни крокодилов, от самых маленьких до самых взрослых, живут на ферме Лаваниль. Сейшельских островов Грустное напоминание о жестокости голландских колонистов в 17 веке – это судьба птицы Дронт. Она вымерла за сто лет после появления первых колоний. Однако неголодные охотники стали причиной её исчезновения. Мясо птицы Дронт было негодным для употребления в пищу. Голландцы прозвали её Валькфогель, что значит «отвратительная птица». Причина, по которой вымерли Дронты – это свиньи, крысы и обезьяны, которых привезли с собой колонисты. Они разоряли птичьи гнёзда. Дронт не смог защититься, потому что природных врагов на Маврикии у него не было. Чудеса природы Крошечные калибри – свидетели безмятежной жизни островитян. Напевы, что доносятся с пляжа, музыка – сега. Сега – это танец африканских рабов, которые работали на плантациях сахарного тростника. Чтобы забыть о своей нелёгкой жизни, они танцевали. Сегодня сега объединяет всех жителей острова, независимо от их религиозных верований и цвета кожи. Через сексуальные движения они выражают любовь к жизни на острове. День медленно подходит к концу, закат окрашивает небо в необыкновенные цвета. Мы прощаемся с этим чудесным островом. Чудеса планеты Наши сегодняшние путешествия в поисках чудес природы окончатся в Центральной Африке, в одной из самых больших стран Чёрного континента. Мы в Демократической Республике Конго, в провинции Южная Киву. Совсем недавно три четверти этой страны были покрыты джунглями. Здесь, в Южном Киву, обитает единственная в мире популяция горных горилл. Эти приматы после шимпанзе — ближайшие родственники человека. Браконьеры подорвали численность горных горилл с первоначальных десяти тысяч до нескольких сотен. Теперь их охраной и охраной парка занимаются рейнджеры. Некоторые жесты горилл понятны человеку. Так они спрашивают, кто ты? Горные гориллы живут в группах до 30 особей. Это глава местного клана. Рейнджеры зовут его Чиманука. Этот крупный самец весит полтонны, у него 17 жен и 14 детенышей. В джунглях нас ждет еще одно сокровище. Это одна из причин большинства конфликтов и гражданских войн, которые преследуют Конго и соседнюю Руанду. В Конго находятся богатые залежи минералов. 80% мирового запаса колтана лежат в ее недрах. Колтан — черная железная руда, из которой извлекают ниоби и танталит. Танталит из колтана идет на изготовление электронных конденсаторов, которые позже встраивают в мобильные телефоны и компьютеры. Эти мужчины ищут золото в устье реки. Золото, так же, как и алмазов, в Южном Киеву много. Несмотря на примитивные технологии, им повезло, и они нашли небольшой камушек драгоценного металла. КОНГО КОНГО Мы верим, что мир и гармония воцарятся здесь до того, как все месторождения будут исчерпаны. А семье Чиманулка мы пожелаем благополучия, которое сохранят их старшие братья. Чудеса природы На сегодня наше путешествие подошло к концу. В следующем путешествии по удивительной планете Земля мы посетим Южную Африку. Наше путешествие начнется на горном плато Альтиплана и самом большом в мире соленом озере. Мы поедем по Дороге Смерти, одной из самых опасных дорог в мире, и спустимся в провинцию Юнгас, которая лежит на несколько тысяч метров ниже. Завершится путешествие в Боливии на знаменитом озере Титикака, высочайшем в мире судоходном озере. На сегодня это все. До скорой встречи. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова